Молитва о нахождении потерянной вещи Быстрый переход к молитвам Секрет молитвы знают даже всезнающие ученые. Согласно существующей теории, любая молитва, проверенная временем, действует благодаря наличию в ее святых словах особого нейролингвистического кода, способного повлиять на разум того, кто слышит молитву и произносит ее. Человек настраивает себя на определенный лад, полностью концентрируясь на утерянной вещи и вопросе, где она может находиться. Как результат, потерянная вещь находится сама собой, если действительно верить в ее возвращение. Потому, благодаря сочетанию звуков и вере, молитва о потерянной вещи помогает чудесным образом отыскать утерянное. Однако это лишь прагматическое объяснение происходящего. Верующие люди считают, что спрятавшаяся вещь проделки бесов либо других сверхъестественных сил. Недаром, ведь говорят, будто «домовой бы играть взял». Сила молитвы позволяет отогнать нечистую силу, возвращая потерянную вещь обратно, если она действительно нужна. Молитва о потерянных вещах Молитва о нахождении потерянной вещи может всякому, кто с ней обратится к святому. Существует огромное количество молебнов, обращенных для возвращения утраченного. Здесь перечислено лишь несколько из них, являющихся наиболее распространенными среди верующих на протяжении нескольких веков. Молитва на возврат украденного от Юлиана, царя безбожного, убиение христиан послан быв, святый Иоанн Стратилат. Одним от имения своего-то помогал, других же, убеждая бежать от мучений неверными, освобождал и многие за это муки и заточения. Темницы от мучителя претерпел, по смерти нечестивого царя, будучи выпущен из темницы ты в великих добродетелях до кончины своей остаток жизни провел чистотою. Молитвы и постом украшаясь нищим изобильную милостыню, подавая немощных, посещая и утешая скорбящих. Поэтому во всех печалях наших помощников и во всех случающихся с нами бедах, утешителя имеем тебя, Иоанн воинственник, прибегая к тебе. Молим тебя, будь страстей наших исцелителей, страданий наших душевных избавителей, потому что ты от Бога получил власть полезная. Ко спасению всем подавать преснопамятный Иоанн, странников, питатель пленных, освободитель, немощных врач, сирот-помощник. Возри же на нас, чувствующих священно-радостную память твою, ходатайствуй за напред Господом, чтобы быть нам наследниками царства его. Услыши, не отринь нас и поспеши на заступление нам, встретил от Иоанн воров и похититель, обличающий и хищение, в тайне ими совершаемом. Верно молящийся тебе, открывающий тебе и возвращением имущества в радость приводящий людей. Обида и несправедливость тяжелы каждому человеку, каждый печалится о потере украденного или без вести пропавшего. В нем ли же сетующим святый Иоанн и имущество похищенное помоги отыскать, чтобы, найдя его, они прославили Господа за щедрость его вовеки. Аминь. Читать далее. Молитва Иоанну войну о великих Христов мучениче Иоанне православных поборниче, врагов прогонителя и обидимых заступниче. Услыши нас, в бедах и скорбях молящихся тебе, якода на тебе бысть благодать от Бога печальная утешать и немощным помогать и неповинные. От напрасной смерти избавляйте изо всех зле страждущих молитесья. Буди убой нам поборник крепок на все видимые и невидимые враги и наше, якода твоей помощью и поборством по нас посрамятся все являющие нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобены грешные и недостойные рабы своя имена, получите от него неизвеченные блага и я жу готова любящим. Его, в троице святей слави мага Бога, всегда, ныне ирисной во веки веков. Аминь. Читать далее. Молитва на поиск потери и помилуй имя Божия по велицей милости Твоей и во множество щедро Твоих очисти беззаконие мое. Ны почем имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое отзнаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши в негдосудитите. Сэбо в беззакониях зачат есэм мягкий знак и во грех всех родимя мати моя. Сэбо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей явил ми еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, а мы оши мя и пача снега убилюся. Слуху моему даси радости веселей возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твою от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто сази и жди во мне, Божий и Дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго не от имя от мини. Воздашь тьми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратяться. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, усть не моя отверзише и уста моя возвестят хвалу Твою. Якоще бы восхотел еси жертвы, дал бы хубу всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим сена и да садись ждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Читать далее. Прочитав эти молитвы при потере вещей, будьте уверены, утерянная быстро отыщица. Святые не дремлют. Существует огромное количество молебнов, возносимых святым об утерянных вещах. Но кому нужно молиться в подобном случае? Известны случаи, когда молились передону Тремифонскому о том, чтобы найти пропавшую вещь. Например, один молодой человек рассказывал на церковном форуме, как в 2007 году терял в торговом центре барсетку с документами и деньгами. Вознеся молитву святому, на следующий день он узнал, что барсетка нашлась вместе со всеми вещами, хранившимися в ней. Никто не украл даже деньги. Это не единственный случай, когда святые слова помогали осуществить поиск пропажи. Однажды женщина утеряла свидетельство о рождении дочерей, когда тем необходимо отправляться в дальнюю поездку. Вознеся молитву мученику Иоанну Войну, чтобы срочно найти их, она сумела отыскать оба документа, не сорвав тем самым важную поездку. А многие верники просто возносят молитвы непосредственно Господу, надеясь поскорее найти нужное. И Бог помогает им в этом. Общение с Господом, чтобы молитва возымела правильное действие, необходимо правильно молиться. Уверены ли вы, что в вашем сердце живет настоящая любовь к Богу? Без этого светлого чувства любая молитва будет ничтожной. Веруете ли вы в него настолько, что уверены на сто процентов в помощи его? Если нет, пора уверовать, ибо произносимые слова уйдут в небытие, а желание не исполнится. Неважно, кому обращаться. Молиться возможно, обращаясь к лику святого в храме Божием, либо дома перед иконой, зажжанной свечей. Свеча позволяет лучше сконцентрироваться, забыв про любые неприятности, обиды и другие дела. Необходимо полностью сосредоточиться на желании и отыскать утеряное. При этом учтите, что важно подобрать правильную молитву, чтобы слова, содержащиеся в ней, полностью соответствовали задуманному. Лучше забыть про молитву вообще, если не можете сердцем уверовать в Господа. Только искренне верующий человек может рассчитывать на помощь свыше. Многие родители стараются воспитывать веру в Бога у ребенка с малых лет. Если же вы родились в семье, отвергающей религию, веру потребуется воспитать. Для этого чаще наведывайтесь в церковь, читайте Библию и молитесь. После произнесения любой молитвы вы почувствуете, насколько легко становится на душе. А все потому, что произнося святые слова, вы мысльно общаетесь с Богом, и поиски ваши увенчаются успехом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!